19 апреля на базе Кадетской морской школы-интерната города Каспийска состоялась конференция «Без права забыть», посвященная Дню единых действий без срока давности. Целью встречи является сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны. Эти преступления и все крупные и зверские преступления 20-го и начала 21-го веков в отношении народов, таких как армян, евреев, курдов, боснийцев, тоже несомненно являются геноцидом этих народов. Таким образом, существует полная доказательная и нормативная база, в том числе международная, официального признания военных преступлений именно геноцидом советского народа. И эти преступления без срока давности. Началось мероприятие с просмотра видеофильма о событиях того времени и чтением стихотворений от воспитанников кадетской школы в память о всех жертвах геноцида. На кострак раскинают и жгут, издирают, пожалуйста, кожу, на перчатки отлично. Кроме того, ребята погрузили гостей в историю тех событий, начиная с древних времен, когда евреи преследовались египтянами, римлянами и христианами. Большую часть кадеты посвятили рассказу о Холокосте, которая не оставила равнодушным всех присутствующих. В память о жертвах почтили минуты молчания. Стоит подчеркнуть, что на конференции также присутствовал почётный гость. Председатель Совета ветеранов службы ПУ ФСБ и Российской Федерации по Каспийску Андрей Арслангиреев. Он рассказал, как боролась Россия с нацистами и геноцидом во времена войны. Эти преступления не имеют срока давности. А государственная чрезвычайная комиссия, которая собирала по крупицам данные от владеальных немецко-фашистских войск на территории нашей страны. И на Нюрдзянском процессе в 1946 году, и ещё в 21 городе нашей страны. Все они получили исполна. Память о тех временах будет жить, пока будем жить мы. Завершил мероприятие председатель Совета ветеранов службы ПУ ФСБ Российской Федерации по городу Каспийску Андрей Арслангиреев. Продолжение следует...